это городской парк в одном из городков который мы приезжали такое красивое место что не смогла не заснять находится парк на берегу реки и здесь у них речной пляж но это проводит так воскресенье португальца а это действующая плотина эти крутится колесо лесу поднимают шлюзы и постройка древняя но работает чудесные цветы розовая на фоне этого колеса и древнего даже не знаю мостик это было что это наш номер прямо на берегу океана все белоснежная к простая мебель как раз вот под стиль этого места кровать широкая удобная телевизор кофе самое главное это терраса это первый этаж все машины у меня под носом но также у меня под носом вот океан то есть я просто перейду дорогу вот эту маленькая дорожка и на пляже такие вот палатки для тени будем отдыхать сегодня на океане это атлантика я показываю ванна ванну душ очень приятный душ там не все нравится ванна большая тика удобная вместительная вот такой вот душик душ дождик массажа буду делать себе а 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 набережная фера до ура и вот такие типичные беседочки палаточки как их назвать защищает не только от от солнца но и от ветра здесь стоят в ряд у каждого ряда есть свой номер аренду там зона сосен там огромный кампинг сами какие-то фестивали проводятся там красный флаг красный флаг сегодня сильные волны купаться нельзя вот эти вот полосатые и разноцветные с другой стороны палаточки когда спасатель идет желтые мальчики это жизнь местных жителей до того как это место стало курортом вот этих буков использовали для того чтобы они втягивали лодки типичные разноцветные лодки загнутыми носами не было буков люди впрягались бурлаки идти за веревку тащит вот это наш отель находится прямо перед пляжем перед кафешками перед волнами и народ идет в бар а я пойду фотографирует это вот дерево с ракушками это реклама ресторана в магазине что-то такое прямо на песочке стоят столики столики летний рай на океане естественно морской ужин это салат с осьминогом креветки видны издалека и все это в сопровождении португальского зеленого вина зеленое имейте ввиду молодое а не цвет зеленый это такая дурада с парными овощами не дают снять уже на ходу потрясающая рыба португалия вкусная сочная морепродукты специально снимаю себя в очень шумном месте чтобы показать вам типичную атмосферу обычного португальского приморского приокеанского ресторана я буду водить камерой народ простой народ веселый наслаждаются едой наслаждаются очень хорошим настроением вообще народ такой простой дружелюбный без этих изысков еда такая очень вкусная очень приятная прекрасная страна а вот это а вот это совращают меня я просто попросила чай чай ребята посмотрите как тут меня кормят ну вот посмотрите за окном ночь а я вот это все ем и съем мне сказали что это маракуйя даже на огороде португальские флаги маракуйя растет оказывается вот так это вьющиеся растения как лиана его подвязывают эти вот желтые плоды считаются мне сказали маракуйя где тут еще зеленая и очень красивые цветочки у маракуйя сейчас покажу вот такой видите цветочек вот он с фиолетовыми прожилками много много плодов вот теперь будете покупать маракуйю будете знать как она растет в Португалии ее много ну и всякие другие тут какие-то кабачки или или похоже что-то маракуйя эту церковь мы нашли недалеко от города Авеиро церкви немногим более ста лет само здание было построено в 1918 году но на фундаменте прежней средневековой церкви и то что мы видим фасад украшенный азулейжу это называется здесь в Португалии азуль это голубой цвет это кафель Португалия известна вообще своим кафелем вот как раз сто лет назад закончили укладывать кафель изображается святой Петр святой Павел и напротив церкви есть кладбище которое тоже знаменито именно ансамблем склепов вот сейчас я вам показываю по-моему кладбище закрыто далеко церковь смотрится еще красивее так называется Санта Мариня де Кортегаса кладбище к сожалению закрыта но в сумму телефона вот так покажу вам общий вид это склепы конца 19-го начало 20-го веков у каждой семьи свой склеп допустим здесь написано наверху семья маркизов маркез Деса ухаживают чувствуются родственники видите все закрыто вот прямо там гроб стоит накрытой покрывалом тут любят текстиль кружева вот еще один гроб так вот видно да накрытой покрывалом и там внутри маленький алтарь где молятся идемте следующие тут написано Хасико семья тоже какого-то джуао маркиз Доливейра и очень красивая ковка который примерно 100 лет тоже видите внутри алтарь вон там фотография стоит попробую показать вот женщина и видите гробы накрыты тоже белыми покрывалами прям полочки стоят стеллажи с гробами там тоже какая-то какая-то фотография ну вот так вот похоронены здесь маркизы португальские еще один маркиз они все маркизы с чудесной решеткой здесь прям хорошо видно смотрите сколько фотографий умерших это самый большой склеп и вот все-все гробы видите там какие-то белые покрывала ленточки и алтарь а вот здесь стекла нет сейчас тут будет хорошо видно вот видите тут гробы вот так вот уже заложили их камнями что-то заброшенный склеп но более-менее там фотографии тоже стоят у меня причем фотографии в черных очках страшно ребята но пока нет днем на солнце не очень страшно подойдем поближе чтобы посмотреть на боковые фасады этой церкви она вся-вся обложена кафелем боковой фасад изображен хисус видите более скромная плитка украшает боковой фасад естественно самый красивый центральный вот это вот маленький предел боковой изображение святого сердца Христа там и лисенка ведет прямо на колокольне покажу поближе это обычный кофель ребята как у вани вот такую кофель делают такие чудесные фасады вот это просто орнамент да и плитку расписывают вот так вот голубые тона азулейжо азуль голубое и потом составляет да как мозаику чтобы красивые узоры вот такие вот изображения и внизу имя художника мне очень нравятся вот эти португальские кафельные панно они есть разноцветные но больше больше всего конечно белоклубых это задний фасад церкви воскресший Христос тоже очень красиво по-моему другой орнамент видите даже как бы бордюрчик сделан и форма плитки вот повторяет форму здания пределов и еще один боковой предел и часть бокового фасада сначала покажу вот эту улицу которая ведет к чудесному розовому домику тут за каменным забором заброшенное чье-то поле огород идемте посмотрим что изображено здесь здесь изображается распятие Христа ноги у него скрещены то есть три гвоздя и над Христом написано на Инре Иисус король евреев церковь симметрична в симметричной постройке есть дополнительное помещение это ходит мужчина вокруг церкви останавливается чтобы дать мне снять и можно видеть что кое-где кафель уже нуждается в реставрации с этой стороны даже крыша колокольни и та украшена кафельной плиткой я приехала утром и трудно снять фасад издалека потому что на меня светит солнце но покажу вам его поближе здесь другой тип кафель видите без орнамента изображается Хрисус Святой Петр то что мы видели издалека очень нарядная церковь но тоже покажу вот сейчас уже что плитка старая плитке 100 лет и конечно нуждается реставрация